Привет всем! Сегодня мы продолжим разговор об универсальном тестере исполнительных механизмов QDB2A. И посмотрим, как с помощью этого тестера можно проверить электронную дроссельную заслонку. Сейчас на экране мы видим два похожих прибора. Слева это имитатор сигналов датчиков, а справа это тестер исполнительных механизмов, с которым мы сегодня будем работать. Я уже делал подробный обзор прибора имитатора сигнала датчиков MN-B2. А также есть видео, где с помощью этого прибора мы имитируем сигнал датчика кислорода. Обзор тестера исполнительных механизмов еще не вышел. Но уже есть несколько видео, в которых мы с помощью этого прибора проверяем работу регулятора холостого хода, бензиновой топливной форсунки, а также работу клапана фазорегулятора. Ну а сегодня мы посмотрим, как с помощью этого многофункционального тестера проверить электронную дроссельную заслонку. Электронная дроссельная заслонка это элемент системы управления двигателем, которая служит для точного дозирования поступающего воздуха во впускной коллектор на различных режимах работы двигателя. Сейчас мы видим шестиконтактный разъем дроссельной заслонки. Два нижних контакта это управление электромотором дроссельной заслонки. Именно к ним мы будем подключать наш тестер. Это полностью исправная дроссельная заслонка. И на ее примере мы продемонстрируем работу тестера. Есть несколько вариантов подключения дроссельной заслонки к тестеру. И сегодня мы их все посмотрим. Ну может быть не все, но основные из них. Подключаем провода к двум крайним пинам разъема дроссельной заслонки. И подключаем к тестеру. Таким способом можно проверять, но он не является самым безопасным. Теперь, изменяя на приборе коэффициент заполнения, мы можем двигать дроссельную заслонку. Здесь мы управляли положением дроссельной заслонки с помощью шим-сигнала. Теперь мы подключим дроссельную заслонку следующим образом, чтобы мы могли управлять ею напряжением. То есть мы с помощью потенциометра изменяем напряжение и открываем или закрываем дроссельную заслонку. Обратите внимание на красные цифры на экране. Ну а теперь давайте подключим и проверим дроссельную заслонку, так сказать, самым безопасным способом. Этот способ отличается от первым лишь тем, что у нас напряжение на одном контакте не 12 вольт, а 6, как вы увидите на экране. Также, меняя коэффициент заполнения на приборе, мы открываем или закрываем дроссельную заслонку. Проверяю ее крайние положения. Кто-то может задать такой вопрос. А почему бы не проверить дроссельную заслонку на автомобиле? Один человек нажимает на педаль акселератора, а другой смотрит на перемещение дроссельной заслонки. Но дело в том, что не каждая система управления двигателем позволяет полностью открыть дроссельную заслонку при включенном зажигании или на режиме холостого хода. Даже не каждый диагностический автомобильный сканер может управлять дроссельной заслонкой. Ну а с помощью этого прибора вы прекрасно видите, как легко можно проверить перемещение дроссельной заслонки. Сейчас мы рассматриваем исправную дроссельную заслонку. Но часто бывают случаи, в которых из-за деформации дроссельного патрубка или из-за сильного загрязнения. А также из-за механического износа дроссельная заслонка не способна перемещаться в заданное ей положение, что приводит к неравномерности в работе двигателя или к другим неисправностям. И с помощью тестера исполнительных механизмов QDB2A очень легко определять подобные неисправности, затрачивая при этом минимум времени и сил. А теперь давайте посмотрим на механизм работы дроссельной заслонки при снятой крышке. Сейчас мы подключим наш тестер точно так же, как мы подключали до этого. Но только не к разъему, а непосредственно к электродвигателю дроссельной заслонки. Также с помощью прибора управляем коэффициентом заполнения сигнала и смотрим на перемещение дроссельной заслонки. Продолжение следует... Неисправности, связанной с дроссельной заслонкой, может быть немало. И большинство неисправностей в работе дроссельной заслонки можно определить с помощью этого тестера. Так что для диагностики исполнительных механизмов прибор отличный, а в некоторых случаях даже незаменимый. На этом я заканчиваю это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!